Бои роботов-танков и законы робототехники. 3 сентября Пермский университет принял участие в молодежном форуме «Пермский период». Одним из мероприятий стала открытая дискуссия «Робот и человек. Отношения, которые меняют мир». И один из треков инновации и техническое творчество, в котором активно участвует наш Пермский университет. К нам приехали интересные люди и самые интересные робототехники Пермского края. И мы вместе будем обсуждать, дискутировать на тему, что будет с роботами завтра, послезавтра. Как нам жить в одном мире, что вообще будет происходить, как искусственный интеллект и робототехника изменяют экономику, взаимоотношения, социальную сферу и другие вещи. На выставочной площадке университета проходили бои роботов. Были представлены 4 танка, работающие по принципу лазертага и созданные руками студентов из Центра робототехники и интеллектуальных систем Пермского университета. В течение дня я посетила множество палаток, но больше всего мне понравилась вот эта палатка Пермского университета, потому что здесь были бои роботов. Там были танки, которые стреляют лазерами. На каждом лазере установлено 4 светочувствительных датчика. И попадание засчитывается как минус одна жизнь. И ты скачиваешь приложение на телефон и можешь управлять танком. В принципе, это довольно-таки интересно, потому что каждый из нас мечтал в детстве о машинке на радиоуправлении. В этом году в университете на базе Центра робототехники появился факультатив для студентов и старшеклассников, где можно бесплатно научиться делать роботов, посетить мастер-классы, экскурсии и конференции. Для записи на факультатив нужно отправить заявку на почтовый адрес robot.psu.gmail.com до 15 сентября. Анастасия Костарева, Андрей Шеварнадзе, Управление общественных связей.